Я попрошу сейчас камеру, чтобы показали, где мы находимся. Здесь граница города Магнитогорска. И вы сейчас не смотрите программу автостоп. Да, идет дом, милый дом. Ваш любимый, я только что сбросил лодометр. И сегодня мне с вами хотелось поговорить о тех вещах, про которые никто не скажет. Ни НТВ, ни ОРТ, ни МГТРК, ни ТВИН. Потому что, во-первых, это не надо. Что нам надо? Нам надо мочить Лужкову, естественно. Лукашенко нам надо мочить. О каких вещах я хочу с вами поговорить. О тех, которые происходят, происходили и будут происходить. И начнем мы, пожалуйста, с роста цен. Кому-то может показаться, что гречка у нас только выросла. Сейчас я вам небольшой экскурс в историю. Годовалый. Годовалый. Проведу. Я сегодня специально, если буду запинаться, ничего страшного. И планы не будут меняться. Не будут показывать, как мы летим. Кстати, не летим, а едем со скоростью всего 90 км в час. Куда летим, это чуть попозже. Так вот, что касается цен. Начало года. Копченая форель стоила 350 рублей. Середина года. Копченая форель стоила 500 рублей. Начало октября. Копченая форель стоит 800 рублей за килограмм. Это все нормально. Теперь чуть дальше экскурс в историю. 95-й год. Однокомнатная квартира 10 тысяч долларов. 98-й. Это уже 30. Потом, ну, дефолт. И 2008-й. Однокомнатная квартира стоит 60 тысяч долларов. Чуть-чуть мы немножко подтормознули. И что получили? Что, цены у нас упали? Да нет. Просто вынужденную недвижимость люди начали продавать. Их стать не за дорого. А в остальном? В остальном кто-то сказал, что магнитогорский кризис. Но вы внимательно посмотрите за речку. Что вы там видите? Я, честно говоря, привык к виду магнитогорского комбината. Но не привык, чтобы это вот так вот было. Почти 5-километровый новый стамп. То есть магнитка как-то вот, в общем-то, помирать не собирается. И магнитка, естественно, будет всегда иметь привлекательность. Прежде всего для кого? Ну, для наших любимых гостей с юга. Согласитесь, когда ведро картошки уже 180 рублей стоит. Ну, очень выгодно везти его в этот дешевый город. Естественно, рано или поздно у всех, кто приезжает сюда, будь то жители Азербайджана, Армении, ну и, пожалуй, Чечне, почему нет. Вот. Кроме всего прочего, вокруг магнитогорска, города, который находится за минимум 300 километров того, с нового центра Любова, есть дивное количество сельских поселений. Так вот, жители, естественно, мечтают зарабатывать больше, ездить и на дорогих аномарках в том числе. И вот вам рынок перспективного жилья, которое нифига не строилось. Вот так вот кризис. И что мы будем ждать? Еще раз вам напомню, что до тех вот перетрубаций экономических однокомнатная квартира стоила как хорошая иномарка. Сколько сейчас стоит хорошая иномарка? Хорошая иномарка, не фуфло всякое. Хорошая иномарка сейчас стоит в пределах двух миллионов. То есть, все рано или поздно, скорее всего, рано туда подтянется. Естественно, надо прекрасно понимать, что трехкомнатная квартира в городе Магнитогорске всегда стоила столько, сколько однокомнатная в Москве. Ну, естественно, не в центре. То есть, порог 3-4 миллиона. Это очень скоро. Я тут недавно покатался. Был я и в Екатеринбурге, и в Самаре. Ну, эти два города вообще интересные. Самара стоимость квадратного метра это от 50 тысяч нормального. Вот. Стоимость однокомнатной в Екатеринбурге 2 миллиона 800. Как бы так, вот тоже вопросик, да? Вот съездил я, город такой есть, Октябрьский. Вообще нету городообразующих предприятий, населения. 110 тысяч. Цена на квадратный метр 32 тысячи. Отличный вылезанный город. К чему все это? А к тому, что... Ну, привыкайте, ребят. Цены будут ого-го. Естественно, хранить деньги в долларах, в евро. Какой смысл? Я вам скажу, что, допустим, можно было на тысячу долларов купить в начале прошлого века. Можно было купить нормальный автомобиль. Ford T. Что на тысячу долларов сейчас можно купить в Америке? Ну, скажем так, два ноутбука. Теперь, почему Россия очень дорогая страна? Все очень, в принципе, объяснимо. Лекарства у нас стоят в три раза дороже. Недвижимость, ну, естественно, так же. Потому что, извините, стены у нас должны быть в три раза толще. Да, и, кстати, и бананы у нас на улицах не растут, и картошка какого-либо тоже не родится. Вот. Мяска вы едите, да, копченое. Сколько оно сейчас стоит уже? Ну, в пределах уже ближе, там, к 500 подбирается. Кстати, мясо в России не производится. Вы едите, извините, аргентинскую, кстати, неплохую свинину. В форме кореек, там, потом счетчик, там, всего вкусного. Итак, мы не спеша проехали 9 километров от города. А вот теперь внутригородские слухи. О том, что комбинат настраивает. Ребят, комбинат не может настраивать, потому что руководство металлургического гиганта это те же самые магнитогорец. Виктор Филипп Шарашников, магнитогорец. Ну, в общем, весь директорский корпус. Какой смысл? И вот тут, опять же, включайте мозги. Все говорят, что на субботу и ночью выключают фильтры. Вы что, физику не изучали, да? Так вот, что получается? В тот момент, когда вы глаза с похмелья открываете, в субботу или в воскресенье. Ну, естественно, голова у вас болит с похмелья. Да. Во-вторых, вы не в 6 часов просыпаетесь, а в 11. То есть, вы еще с просонья не едете, и вам такая картина, что типа чем-то воняет. Это чем же интересно воняет? Да тем, чем вонял и каждый божий день. Ну, просто концентрация чуть-чуть больше стала, потому что, извините, ночью-то похолоднее. А? Че такое? Ну, и с этой целью в свое время руководство металлургического комбината ТОП-менеджмент в свое время решил, в общем-то, не жить в городе Магнитогорске. Теперь дальше что? Интересно. По уровню ветров у нас преобладают все-таки северные ветра. И северо-западные. То есть, все то, что есть в городе, в аккурат ложится куда? На Радужные Хуторки и, кстати, Арджоникидзовский район. Посмотрите внимательно, каждый божий день. Почему так воняет? Ну, во-первых, потому что у нас раньше привозили у нас готовые агломераты, а сейчас приходится его отжигать. Поэтому единственное, что у нас действительно вредит населению, так это горнообогатительное производство. Куда деваться экономически? И 91-й год. Мы приезжаем как раз в то самое место, любимое директором магнитки Рамазаном. Это вторая плотина. Классное местечко, да? Вообще супер, я даже бы сказал. Смотрите, камера не дернулась. Новая дорога. Ну вот, что здесь есть? Здесь есть замечательные сады. И самая изюминка, это один дивный поселочек под названием Лазурный. Самое забавное, что, допустим, из садов на водохранилище в Верхнеуральском, вы все-таки магнитогорский металлургический комбинат видите. И понимаете, что, ну, как-то нельзя вас отделить от города. А вот этот поселок Лазурный, чистый белый снег, отличная вода, питьевая у каждого. Вы не зависите от водоканала. Вы не зависите от услуг газа, который подорожает в три раза. Да-да-да, мы вступаем в ВТО. Так что, если газ пришел в ваш дом, это совершенно неблагая весть. Потому что, я посмотрел внимательно, в Википедии и в других источниках, извините, первую и вторую мировую войну мы выиграли. На чем? На дровах. А это, извините, возобновляемый источник. И сегодня и сейчас, в принципе, если вы топитесь по электричеству, это, ну, примерно пять тысяч рублей в месяц. Что касается газа, не знаю, но, думаю, тоже нормальная припарочка будет. Все-таки Газпром, надо же помогать своему национальному достоянию. Вот, по дровам можно спокойно топиться и за 10 тысяч. Время в пути 10 минут. Мы проехали 15 километров. И вот здесь то, что вы сейчас увидите. Помните, кто-то к глазам раньше видел, но не понимал, что это за поселок. Стандартные дома 250 квадратов. Стоимость от 11 тысяч за квадрат. До 30, естественно. Там есть такие дома, веселенькие. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ